Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. Спустя большой промежуток, для меня лично большой промежуток времени, не снимала я видосы по причине того, что у моего компьютера резко сломался звук и его не было в принципе и не было вообще, а монтировать, снимать что-либо без рабочего микрофона и рабочего звука, который я могла бы слышать, идея так себе. Поэтому я только вчера вечером все починила, все сделала и сегодня, как раз во время нового обновления, я снова с вами на связи. И сегодня в этом обновлении мы посмотрим только то, что добавили в этом обновлении. Да, я знаю, вы уже все знаете про новых фризов и мне нет смысла рассказывать про них, потому что уже прошла неделя уже новое обновление. Но что новенького? Я вот обнаружила, что в лайфе новая кофта, я не помню в каком обновлении ее добавили, то ли в этом, то ли в прошлом, но согласитесь, выглядит достойно. И как же это сочетается с моим конем? Так, дальше, что в принципе у нас в обновлении? Я хочу снять все это по-быстренькому, потому что не хочу долго на этом зацикливаться. Значит, история лесничек. Каролина, которая была дома и уже посмотрела это обновление, сказала, что там какие-то дурацкие задания, и ей это не зашло. Ну, там, в общем, задания связаны с лесничьими. И также купи одежду Sky из нового мультсериала. Ребята, кстати, я в полнейшем восторге от сериала... Я забыла, как сериал называется. Мистфол. Мистфол? Почему я забыла? В общем, я в полном восторге от этого сериала. Я посмотрела, как только вышло длиннющее видео, длиннющее видео на ютуб-канале Старстрейба. Я посмотрела в оригинальной озвучке и не жалею об этом, потому что читать потом русские субтитры и слушать, пытаться в русской озвучке, я просто не смогла. Мне было плохо, и я, ну, решила, что нет, я лучше вот посмотрела все это на английском. И мне хорошо, и я была... Просто мне так понравилось. Я буду ждать какого-то продолжения. Я хочу смотреть этот мультик дальше. Да, как говорила Каролина, тут какие-то задания. Вы должны будете носить дрова, вам будут рассказывать какие-то факты, истории о лесничьих и все в этом роде. В общем, в итоге в конце будет костер, около которого вы сможете слушать интересные истории. Но что меня больше всего порадовало, они добавили в какой-то магазинчик, так вот в какой я не могу понять, одежду Скай из мультика Мистфолл. Почему я забываю название Мистфолл? Это же так легко, Даша, что такое? И да, я хотела вам сообщить, что я играю теперь не на одном аккаунте, а на двух аккаунтах именно играю. То есть я, если успеваю, конечно, я здесь качаю лошадей. И да, у меня уже меньше-меньше становится непрокачанных лошадей, я в шоке. И где одежда Скай, я не понимаю. Может быть, в магазине, в общем. Может быть. Вот, и значит, я прокачиваю их, и все круто. Но ради Белоснежной Совы, да, спасибо Каролина Роустрим и ее канал, он уже проспойлерил, что я оплатила себе Star Rider за 139 рублей. Была акция, чтобы прокачать аккаунт до 10 уровня и на Дарью Рейвенлайт получить себе Белоснежную Сову, которую я, кстати, получила. Но сейчас я ее не могу вам показать, только вот так вот, потому что нет у собой сумочки. И это единственная сова, которую я больше всего хотела. Больше, чем даже обычную зелененькую. Так, единственное, я вот не понимаю до сих пор, где посмотреть эту одежду. Star Stable, пожалуйста, покажи мне, где эта одежда. Купи одежду Скай из нового мультсериала. Где мне ее купить? Покажи мне, пожалуйста, игра. Вот, и поэтому я действительно сейчас захожу на другой аккаунт. Я вообще хотела записать видео по обновлению с него, но он еще маленький. Но намного меньше, чем этот аккаунт, мой основной, разумеется. И пока что аккаунт вышел, кстати, очень крутой. У него очень крутое имя, фамилия, у него очень крутая внешка получилась. И даже Каролина согласилась, что этому аккаунту, возможно, даже и не нужны новые икони. Хотя я на самом деле планирую потом снять видео знакомства вас, мои дорогие подписчики, со всеми моими аккаунтами. Потому что я думаю, вам будет интересно, что, где и как вообще. Какие у меня аккаунты. Тем более, что на одном из них я сейчас прям серьезно начала играть. И, ну, пожалуйста, скажите, где одежда? Я не понимаю. Я слепая или я чего-то недопонимаю. Куда одежда-то, которую мне тут так обещали? Мне просто говорили, что она должна продаваться вот здесь, на ранчо, в каком-то ларке. Но я чего-то пока не вижу, к сожалению. И да, кто, если любопытствует, мало ли, может быть, реально кому-то интересно, Марвары я до сих пор не купила. Нету видео про покупку Марвары, потому что я так и не покупаю Марвары. Потому что, здравствуйте, 1955 СК, я пока что их не трачу, мало ли что произойдет. Вот, и поэтому они потихонечку все-таки копятся у меня. На том аккаунте, на котором, кстати, я сейчас играю, там 586, что ли, СК, я купила шишечки на началку. И там вообще шикарный образ, я вам в будущем его покажу, и вообще будет замечательно, все будет классно. Вот. По поводу фризов, они классные. Я тоже еще, я пока что не купила фриза, но мне далась такая возможность покататься, скажем так, покачать королениного фриза. И действительно шикарная лошадь, ну вот как же меня не дергает то, что они не могут стоять долго на месте. То есть, если сравнивать вот с этой началкой, ну, у нее движения такие достаточно стоячие. А фризы, они то язык показывают, то морду куда-то тянут, то они начинают пиафы на месте делать, и то они ногу на ногу крестом поклон тебе в землю. И я прям, ну, не могу, то есть, да, это классная анимация, это классные элементы для выездки, для какого-то шоу, скажем так. Ну, чтобы лошадь просто стояла на месте, это не про фризов, это вот вообще не про них. Хотя, лошадь классная. В будущем куплю одного, и я думаю, куплю одного самого первого фриза. Но это явно не сейчас, по моему количеству СК. Да, я знаю, многие сейчас смотрят и видят, скажут, слушай, у тебя вообще-то дофига СК по сравнению с нами. Ребят, когда-то и у меня было 5 СК, 48 СК, и вообще, ну, нет, ноли у меня никогда не было. Вот, так что не волнуйтесь, все у вас будет. Если вы этого хотите, то обязательно всего добьетесь. А в этом обновлении все. А на следующей неделе, ребята, нас ждет просто что-то удивительное. Будет какое-то мероприятие, связанное с выездкой в деревне Серебряной Поляной. Мы с Каролиной лично насторожились и очень сильно ждем следующую среду, чтобы узнать, что же такого выездкового могут добавить в Серебряную Поляну. Так что не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. И также до встречи в Мистфоле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова